Медиагруппа «Авангард» представляет Пять лет. Это пятый сок-форум. Помните, самый первый сок-форум он проходил в конгресс-центре в районе метропарк культуры. Тогда это был наш интересный проект, интересный эксперимент, который мы запустили. Нам казалось, что тема сок-форума такая достаточно узкая. Центр мониторинга, противодействия кибератакам. Тогда еще о них толком не говорили. И нам казалось, что первый сок-форум соберет где-то человек 200. Пришло тогда порядка 500 человек. Бутерброды закончились практически не начавшись. Последняя кофемашина сломалась где-то в 3 часа дня. Сегодня, не думайте, что кофе будет больше и бутербродов на всех хватит. У нас регистрация в два раза превышает количество мест в зале и количество мест на нашей площадке. Тем не менее, это будет интересно. И давайте поговорим о том, что было, что произошло за эти пять лет. Пять лет назад это большой срок. На самом деле, пять лет назад страна была другой. Если помните, 2014 год, 2015 год. Тогда курс доллара скакнул с 30 рублей до 60. Это был такой сложный год и внешнеполитический. Это было Шарли-Эбдо. Началась война в Сирии. Европу захватили волны мигрантов. Это была катастрофа над Синаем. И для нас закрылся Египет. И наша страна вошла в период санкций. Тогда нам казалось, что они будут сняты еще чуть-чуть. Что-то мы поменяем в нашем внешнеполитическом курсе. И буквально через несколько месяцев все вернется на круги своя. Нам казалось, что тогда еще было введено продовольственное эмбарго. У нас пропал зарубежный сыр. И мы с удивлением смотрели на то, что делали российские сыровары. Но ситуация не менялась. И наша страна перешла на новые рельсы. Прозвучало такое слово, как импортозамещение. Была запущена карта МИР. Это было всего несколько лет назад. Нам казалось, что это все поменяется. Но нет. МИР изменился. Страна изменилась. И, конечно, когда мы говорим про развитие нашей индустрии, развитие нашей отрасли кибербезопасности, мы не можем не упомянуть. Сейчас я даже специально на слайде несколько таких интересных фактов привел. Это, конечно же, закон о запрете иностранного программного обеспечения. Это нормативная база по защите критической информационной инфраструктуры. Мы все ее очень ждали. Она была принята. Это дало новый очень интересный виток для развития нашей отрасли. Конечно же, создание госсопки, целью которой в тот момент являлась далеко не регуляторика. У нее была основная направленность на практическую, настоящую защищенность. Финсерт, который уже буквально на второй-третий год своей работы показал классный результат, показал снижение уровня потерь в банках от киберпреступлений. И, конечно, все это было не само по себе. Это все было ответом на вызов, на новый уровень киберугроз, который возник для нашей страны. И прежде чем начать передать слово спикерам, мы решили несколько изменить формат нашей вот такой вот панели. Если раньше мы задавали вопросы из зала, это было так достаточно сковано, то сейчас мы с Олегом, как я говорил, провели домашнюю работу, опросили экспертов, задали им вопросы заранее. И я периодически буду на экранах, на слайдах показывать, что думают эксперты о тех или иных аспектах нашего развития. И первый вопрос, который мы им задали, это как изменилась отрасль, наша отрасль информационной безопасности за пять лет. Мнения очень разные, мнения иногда достаточно полярные, но тем не менее они все находятся в одном створе. Отрасль изменилась, ландшафт угроз изменился. Мне здесь понравился такой левый нижний тезис, прям прикольный. Какие еще были яркие тезисы, когда ты общался с коллегами, общался с экспертами? Что было интересного сказано? Ты знаешь, значит, интересного было сказано много. И действительно мы отобрали не все, потому что слайды могут уместить не все. Но особенностью было то, что очень многие говорят о том, что рынок повзрослел. То есть мы выросли, да, мы повзрослели, но взрослыми мы не стали. Хотя потому, что организаторы форума на сайте устроили опросник форума, где можно было что-то написать, какое свое мнение ответить. Вот все эти мысли, они не оттуда. Все эти слова, цитаты замечательных авторов, вполне уважаемых, они из частных бесед. То есть я попросил их, злупотребил авторитетом своим, довериться мне и написать правду. При условии, что все тезисы анонимны. И вот тогда эти получились откровения. В онлайне не было ничего содержательного и интересного. Так получилось, к сожалению. Хорошо. Давайте хочу обратиться уже к нашим спикерам, к нашей панели с просьбой подвести небольшой итог вот этих вот пяти лет. Что произошло на рынке, что произошло в индустрии за эти пять лет? Виталий Сергеевич, хотел первый вопрос задать вам. Подведите небольшой итог вашей работы. Как вы видите рынок спустя пять лет? Я бы хотел отметить в первую очередь упомянутые вами, конечно, законодательство о безопасности критической информационной инфраструктуры, которое после вступления в силу и подготовки всех нормативно-правовых актов в исполнении федерального законодательства, это, конечно, как уже говорилось, законодательство о безопасности критической информационной инфраструктуры и его реализация и развитие данного направления. И все, что связано, и все, что сопутствующие такие результаты, связанные с средствами, связанные с моделированием угроз и прогнозированием угроз, и исследованием защищенности права на обещание и оборудование. Я бы хотел отметить, что несмотря на начальный скептицизм, который отмечался после принятия закона федерального 187-го, там был, если вы помните, полгода, с июля до 1 января, с момента принятия, много было экспертов, высказывалось, что он работать не будет, что все это как бы нереализуемо. Но, тем не менее, законодательство реализуется, и мы сегодня видим, что количество объектов буквально за год, количество объектов критической информационной инфраструктуры кардинально увеличилось почти в два раза. Это, конечно, не предел, еще много предстоит сделать. И сейчас уже есть практические примеры реализации и оценки рисков обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и внедрения как систем безопасности, так и мер по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Это, пожалуй, такой основной толчок, который дал развитию целых направлений. Это и, собственно говоря, то направление, предмет которого является сегодняшнее мероприятие. Ну и, соответственно, работа разработчиков по созданию и производству средств обеспечения информационной безопасности. Виталий Сергеевич, а как Вы оцениваете, насколько повысилась защищенность? Действительно, мы сейчас проделали большой путь по защите, по сначала разработке, внедрению нормативной базы в области Кии. Насколько это повысило защищенность нашей критической информационной инфраструктуры? Ну, здесь я бы сказал бы, я выражу такое мнение на основании того, что мы видим и взаимодействие с организациями, которые являются субъектами критической информационной инфраструктуры, которые оказывают услуги, проводят оценки защищенности. Здесь, к сожалению, неравномерная картина. Все зависит от подхода субъекта критической информационной инфраструктуры и от самого субъекта. Если мы в отдельных субъектах, закон, конечно, и нормативно-правовая база позволили решить ряд принципиальных задач. Во-первых, улучшилась ситуация с выделением средств на обеспечение безопасности. И закон дал, в первую очередь, основания для выделения таких средств и для уделения этому вопросу должного внимания. Второе, по некоторым аспектам есть основания законодательные нормативно-правовые для того, чтобы выстраивать процессы, систему безопасности и внедрять и применять соответствующие средства обеспечения безопасности. Мы, конечно, оцениваем, что для служб информационной безопасности, которые находились в таком… Там, где… Ведь я сейчас говорю о критической информационной инфраструктуре. Это сферы, в которых, собственно говоря, регуляторика была минимальная до этого. И службы информационной безопасности, они, собственно говоря, сами выживали. И где-то им удавалось грамотно выстроить процессы с руководством компании, объяснить свои цели и ожидаемый результат, эффективность своей работы. Где-то это не очень удавалось. Собственно говоря, закон, я считаю, дал все основания для того, чтобы эти процессы выстроить и поставить это все на системную основу. С точки зрения мер обеспечения безопасности, то есть практически внедрения тех или иных технических мер или процессов, связанных непосредственно с противодействием угрозам, ну, здесь тоже нужно рассматривать разные. Если мы говорим про информационные системы, ну, допустим, там, корпоративные информационные системы, то, конечно, здесь вопрос с обеспечением информационной безопасности стал лучше. Этому стали уделять достаточно больше внимания, и решаемые задачи, они, собственно, стандартны. Что касается, несмотря, конечно, на изменяющиеся угрозы, безусловно, что касается очень важного направления, собственно говоря, ради которого, я считаю, мое убеждение, и создавалось регулирование критической информационной инфраструктуры, это безопасность АСУТП, то здесь ситуация обстоит, ну, скажем так, не так радужно, и очень много процессов, вернее, очень много проблем, которые с безопасностью АСУТП, их еще предстоит решать, это вызвано как объективными, так и субъективными факторами. Я, может быть, там, на следующем слайде, если мы будем говорить про проблемы, я могу на этом более подробно восстановить. Хорошо. Да. Игорь Федорович, подведите итог пяти лет. Госсопка, НКЦКИ прошли короткий, но очень яркий путь. Какие результаты? Как вы оцениваете достижения? Ну, реально, если говорить, то Госсопка и НКЦКИ в других видах, они прошли гораздо больший путь, и принятие 187-го закона для нас это итог многолетний, ну, почти пятилетний работы наших специалистов, итог, который базировался на том опыте и тех знаниях, которые были получены в предыдущие десятилетия. Поэтому для нас это очень важный итог принятия этого закона. И, как вот Виталий Сергеевич сказал, это вообще-то первый закон, который выводит безопасность из безопасности защищаемой информации на безопасность инфраструктуры. И это, на наш взгляд, очень важно. За то время, когда закон обсуждался, принимался, и после его принятия, нами заключено уже 42 соглашения о взаимодействии с НКЦ. Это, с одной стороны, немного, но, с другой стороны, это существенное продвижение. Еще 192 организации запросили у нас методические рекомендации, и сейчас находятся в стадии решения вопроса о создании центров мониторинга и развития процессов обнаружения предупреждений и реагирования на компьютерные инциденты. Надо заметить, что сильно расширилась география тех, кто этой проблематикой сейчас начал заниматься. И присутствие в этом зале, и вот присутствие здесь на панели представителей территорий говорит о том, что эта проблема стала проникать вширь, не только вглубь, но и вширь нашей страны. И это, безусловно, тоже результат, которым, наверное, можно гордиться отчасти. Я бы хотел обратить внимание еще на тот слайд с репликами, которые здесь были приведены. Вправо, верхний слайд, где написано, касательно атак или взломов, тут не было ни одного черного лебедя. Ну, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, если это правда хотя бы на треть, то это, я считаю, тоже результат, которым можно похвастаться. Поэтому мы начали этот путь, мы еще находимся в начале этого пути. Но, как, опять-таки, тут философы замечают, что человек, сдвинувший гору, когда-то начался с того, что сдвинул один камень. Вот я считаю, что один камень мы сдвинули. Да, спасибо. Артем, на мой взгляд, финсерд прошел большой путь. Это такой, на мой взгляд, тяжелый, тернистый путь, но у вас был очень реальный вызов. Банки находились всегда на переднем краю вот этой вот кибератаки, киберопасности, и, конечно, Банк России должен был на это реагировать, создал вот эту вот структуру. Подведи, пожалуйста, некоторый итог. Что произошло за эти пять лет? Как Банк России реагировал на кибератаки? Как помогал банкам? И какой результат вообще получился? Благодарю. Я бы начал с того, что руковожу я финсердом всего два года. До этого был у него другой руководитель. Но так или иначе, это не отменяет того, что все начиналось практически с нуля. И здесь я не мог бы не сказать о том, что делалось это не только финсердом Банка России. Эти все мероприятия, все, что мы делали, делалось совместно с кредитными организациями, всеми поднадзорными Банками России. Без этого бы, наверное, того, что есть сейчас у нас в кредитно-финансовой сфере, этого бы не получилось. Ведь очень важно понимать, что мы с этой стороны стоим как на шаг, если не вровень, но на шаг сзади. Почему? Потому что те, кто пытаются восходить к нам с угрозами, они знают, что они атакуют, а мы не знаем, кто нас атакует. То есть объекта мы не знаем. Поэтому очень важно в этой ситуации все компетенции, которые есть и в финсерд, и Банке России, и в отрасли кредитно-финансовой сферы объединить в одно усилие. И вот из этого родилась ставка на информационный обмен. По нашему мнению, и это позже оправдалось, что чем быстрее мы узнаем о каких-либо попытках атаковать, угрожать, мы сразу же обмениваемся информацией со всеми участниками. И это нам позволяет где-то не предупредить, но по крайней мере минимизировать уже начавшиеся вещи. И на самом деле, если посмотреть на сегодняшний процесс, вот это информирование, он достаточно сильно вырос, особенно за последние два года. Здесь первое, что послужило, это вся информация и ее оперативность, которая поступает со стороны сообщества. Мы видим, что уже понимание важности такой информации, оно возросло. Понимание качества предоставления такой информации тоже возросло. И это нам очень сильно помогает. Со своей стороны, чтобы нам эту информацию правильно обработать, мы создали определенные процессы внутри центра. И систему уже на первых шагах, которая позволяет ее анализировать и выдавать уже обработанную информацию нашим участникам обмена, а также уважаемому регулятору с точки зрения выполнения закона. Мы надеемся, что качество тоже соответствует, которая информация в нас приходит. И только благодаря этому мы идем вперед. Но работы еще очень много, действительно, правда. И залог будет именно, по нашему мнению, в том, что мы будем сокращать время от получения информации до ее передачи в сообщество уже в анализированном виде. Спасибо. Мы решили с Олегом сделать небольшую провокацию. Все-таки сок-форум – это очень часто такое отчетно-перевыборное собрание, где мы рассказываем о том, что сделала отрасль за последние пять лет. И обычно, когда мы выходим с вот такой вот пленарки в кулуарах, такие вот эксперты начинают негодовать, размахивать руками, говорить, что вот регулятор сказал кто, а на самом деле все выглядит не так. И мы решили, делая домашнюю работу, задать вопрос экспертам, что они думают о направлениях развития, которые задали регуляторы, о тех результатах, которые они демонстрируют. Потому что обычно, когда кого-то вызываешь, просишь выступить у Олега с микрофоном из зала, как-то покритиковать регулятора, это не получается. Сначала он такой рубаха-парень. Когда он выходит к микрофону и встречается с такими взглядами регуляторов, сразу вот этот вот задор, запал пропадает и начинается, ну да, мы разделяем, конечно, мы сейчас приводим себя в соответствие и движемся навстречу нормативным документам. Итак, хочу показать результаты опросов, которые мы задавали экспертам. Мы задавали вопрос, как регулирование по критической информационной инфраструктуре помогло вам в ежедневной работе. И пока вы смотрите, читаете вот эти вот мнения, я хотел задать вопрос Денису Бережному о его мнении. Денис, какое ваше мнение о Ки? Как вы видите проблематику предприятий, тем более региональных, когда у вас существенно меньше ресурсов, кадров, людей, доступности вот этих технологий ниже? Как в регионах обстоит ситуация с защитой критической информационной инфраструктуры? Добрый день, коллеги. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что мы начали свой путь, чтобы не было такого ощущения у всех, кто присутствует в аудитории, что нас сподвигла лишь регулятивная часть этого вопроса. Мы начали свой путь в 2013 году, когда было достаточно спокойно, и, как вы говорите, не прыгнул еще доллар, и, в принципе, не было каких-либо ограничений в закупке иностранных средств защиты. Да и уже я не говорю про стандартные вещи по оснащению инфраструктуры, серверной, сетевой, с этим проблем не было. Не буду называть, но крупные мировые вендоры в отсутствии сертификатов в соответствии от российских регуляторов заявляли, что они нас защитят, и у нас будет все хорошо. Мы, что называется, на себе ощутили определенные проблемы. Уже тогда начали задумываться о том, что, ну, наверное, доросли по инфраструктуре в большей степени, что у нас возможны определенные ситуации, связанные с негативным воздействием с внешней стороны. Если мы говорим непосредственно про государственные задачи, это в большей степени, конечно, политические вопросы, которые могут через определенные компьютерные атаки, к сожалению, нести угрозу. Про предприятия критической информационной инфраструктуры. Ну, мне здесь кажется, что время уже пришло к тому моменту, что цифровая трансформация, во-первых, уже происходит. Ну, сложно представить какую-либо отрасль нашей экономики, где цифра не проникла. И при этом те же свободные коммуникации, которые воспринимаются бизнесом, что можно взаимодействовать со своими клиентами через банально там и решать вопросы через мессенджеры, и абсолютно это не несет никакой угрозы, но на самом деле, мне кажется, в этом самая большая проблема. Вы в курсе насчет национальной программы цифровая экономика Российской Федерации, я уверен, да? Но она не касается реального сектора экономики, к сожалению, пока не коснулась, да, в том виде. Органы государственной власти в полном объеме она коснулась. Так вот, есть такой национальный проект «Кадры для цифровой экономики». И у нас идет сейчас массовое, скажем так, массовое переобучение чиновников абсолютно всех уровней, всех рангов, занимающих и руководящие позиции, и не только, по цифровой трансформации. Так вот, мне кажется, чего не хватает порой именно в регионах, и мы не говорим про крупный бизнес, где все-таки определенная политика по линии централизации идет от вышестоящих структур, регулирование спускается ниже. Нет понимания, что нужно заниматься этой цифровой трансформацией качественно, и в части информационной безопасности в том числе, потому что те виды и новые технологии ведения бизнеса, которые они для себя открывают, и здесь вот яркий пример как раз банковский сектор, который как раз на краю этого всего, с внедрением определенных новых технологий появляется такое же количество, если не больше, угроз. Угроз в том числе реальной экономики этого бизнеса. Сейчас мы наблюдаем со своей стороны социальную инженерию, которая также может в преддверии крупных сделок определенные вещи нехорошие для бизнеса нанести. И наше мнение, честно, наверное, это правильное регулирование по одной простой причине. К сожалению, у нас в стране, ну, к сожалению, иногда так происходит, пока рак на горе не свистнет. Так вот здесь позиция превентивная наших регуляторов, уважаемых, должна сподвигнуть немножко топ-менеджмент компании, задуматься о том, что вообще происходит, и в том числе какой ущерб, потому что это, если это массовый какой-то сегмент, ну, если мы говорим про экономику нашего региона, это туристская там различная отрасль, это утечка персональных данных, то конечный ущерб, он может не только сводиться к этим компаниям, а в том числе и к населению. Вот примерно такая у нас ситуация. Да, Денис, спасибо большое. Мы задали еще один вопрос нашим респондентам. Тот вопрос, который я уже задавал Виталью Сергеевичу, это в целом нормативная база по КИИ, подняла ли она общий уровень защищенности? Как это отразилось действительно на реальных инструментах противодействия атакам? И тут, Олег, я тебя хотел спросить, все-таки, что еще интересного говорили твои собеседники, как они оценивали уровень защищенности? Ты знаешь, меня очень удивило то, что, во-первых, многие собеседники, они играли в некий тотализатор и делали ставки. Повторит ли закон о КИИ судьбу ФСЗ-152? Поэтому не скажу, кто какие ставки сделал. То есть превратится ли оно в некоторый набор бумажных документов? То же самое. То есть какая-то суета для чего-то. Но на самом деле интересное было другое. Вот я действительно очень правильно обратил на тот слайд интересный, когда люди отметили то, что в отрасли увеличилось количество дилетантов. На мой взгляд, количество дилетантов в отрасли не увеличилось, потому что в отрасли, ибо, как и в армиях всего мира, количество дилетантов идет, величина постоянная. Это константа. Другое дело, мне кажется, что просто сейчас ситуация такая, что уровень задач, сложность, вызовы, инициативы регуляторов, они, наоборот, обострили, обнажили этот непрофессионализм. Вот, Виталий Сергеевич, вы могли бы прокомментировать этот тезис? Это так, или вот как вы видите ситуацию с пропорцией влияния регуляторов на обострение дилетантизма? Отличная тема доклада, мне кажется, да? Диссертация, да. Докторская, не меньше. Да, Виталий Сергеевич, прокомментируйте, пожалуйста, вот эти вот два слайда мнения сообщества о нормативной базе ПКИ, которую вот мы здесь увидели. Я бы, ну, первое, по поводу специалистов, по поводу дилетантов. Я, наверное, соглашусь вот с тезисом, который был высказан о том, что действительно сложность задач, она возросла. И количество людей, которые оказались неспособными решать эти задачи, оно, ну, скажем так, их стало более явно видно. Я вот приведу пример, связанный с реализацией безопасности критической информационной инфраструктуры. Мы с вами на различных мероприятиях до закона очень много говорили о внедрении рискориентированного подхода. И до сих пор говорим о том, что надо оценивать риски, что безопасность, она должна идти от ущерба. Если есть ущерб, значит, меры должны приниматься. Незначительный ущерб, нет ущерба, и нечего этим вопросом заниматься. И вот закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, по сути дела, предложил, вернее, так, скажем так, отрегулировал и ввел эту схему на законодательном уровне. Ведь определение там ущербов, которые им определены этим законом и под законными актами, это не что иное, это как оценка риска. Только единственная разница, что да, это оценка не собственного риска субъекту, а перенос этого, а оценка влияния своего риска на риски государства. И вот оказалось, что специалисты по информационной безопасности, которые нам много рассказывали о том, как эта задача должна решаться, оказались сегодня методологически и по уровню своих знаний не готовы к общению с, скажем, как здесь написано было на слайде, с функциональными специалистами, по-моему, такой термин примен. То есть это специалисты, которые в производственном процессе, которые управляют предприятием. И мы, ну все мы вместе взятые, я, собственно говоря, и себя к нашему общему сообществу отношу, мы оказались не готовы к том, чтобы довести, значит, эти риски на языке, который понимают руководители соответствующих, значит, предприятий. Это вот такой пример, связанный с внедрением рискоориентированного подхода, который, да, он не простой, конечно, но, тем не менее, он построен именно на вот этих рискоориентированных моделях. Теперь еще один момент, который я бы хотел сказать с точки зрения специалистов и с точки зрения защищенности, это безопасность промышленных систем. И если мы много уже и до закона, собственно, говорили на различных площадках об этой проблеме, то когда закон поставил задачу принимать меры, и разработчики средств защиты в основном, средств безопасности, и интеграторы, и, собственно говоря, те, кому принадлежат эти автоматизированные системы, ну, скажем так, оказались не готовы. То есть законодательная основа появилась, а внедрение технических мер по различным, опять, причинам, мы к этому оказались не готовы. Поэтому, да, тезис по поводу специалистов, по поводу, значит, того, что сложность задач возросла и по направлению, в том числе, и мониторинга безопасности, о чем, наверное, Игорь Фёдорович скажет, да, есть такая проблема, и эту проблему всем нам надо будет решать. Спасибо. Мы не могли в своем опросе не задать, а что же думают наши сообщества, наши респонденты о Госсопке, как они видят ее результаты работы. И ответы на экране. На самом деле, вот мое личное мнение по поводу тех, олег, комментариев, которые мы собрали, что, ну, удивительно, удивительно при том, что Госсопка, являющаяся таким центром информационного обмена, возможностью оперативно обмениваться информацией об угрозах, распространять индикаторы компрометации, она так полностью направлена именно на практическую защищенность. Это, вообще говоря, такой краеугольный камень в области информационной безопасности, и сейчас мы слышим, ну, какую-то такую, ну, либо очень сдержанное мнение, либо такую, даже, я бы сказал, критику. Что ты слышал от экспертов? Какие они выдавали вот мнение? Меня заинтересовала временная оценка эволюции сокостроения. То есть сначала был вау-эффект, высокие ожидания того, что сейчас случится некое чудо, и будет счастье, нас всех защитят, нам всем помогут. И вот это состояние длилось где-то примерно первые три года, если брать период пятилетки сокостроения. Но последние два года идет некое разочарование, отток от ожиданий, и вот накопится разочарование. И одна из причин этого разочарования, как объяснили один из моих собеседников, он пояснил, скорее всего, говорит, на стороне регуляторов не хватило компетенции, чтобы реализовать все задуманное. Вот так трактует действие регуляторов рынок. А вот что, коллеги, вы можете объяснить? В чем, на ваш взгляд, причина разочарования рынка последних двух лет? Игорь Федорович, прокомментируйте, пожалуйста, вот эти вот мнения, которые мы видим на экране. Это не позиция рынка, это все-таки мнение отдельных персонажей, которые, ну вот в такой доверительной беседе с Олегом, потому что я не знаю, как она у вас проходила, но тем не менее вот эти вот мнения высказывали. Ну, я хочу сказать, да, действительно, наверное, поначалу было мнение, что есть такая волшебная таблетка, которую можно проглотить и на следующее утро стать здоровым. Но да, такой таблетки нет. Да, противодействие атакам – это труд, труд тяжелый, кропотливый, каждодневный труд. И мы видим, что многие организации, познакомившись с нашими методическими документами, ну, приобретают некий пессимизм. Тут же работать надо, и работать нужно специалистам. Да, не просто купил сертифицированное средство защиты и поставил на полку. Да, поэтому в этом смысле, да, это тяжело, и сейчас, наверное, наблюдается некий, ну, да, такой, может быть, легкий пессимизм, заключается в том, что для того, чтобы реализовать эти идеи, нужно, а, усилие, нужна компетенция, нужны, ну, в конце концов, средства нужны. А для этого нужно уметь договариваться и преподносить свою нужность тем людям, которые принимают такие решения. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, как бы то ни было, но вот все специалисты в информационной безопасности понимают, что побед в этой области-то ведь не бывает, как таковых, потому что, если все работает, то это нормально. Это означает, что служба информационной безопасности или там подразделение информационной безопасности просто выполняет правильно свою функцию. А вот если случается инцидент, то это уже проигрыш. И вообще говоря, информационная безопасность оценивается, наверное, не столько по победам, сколько по проигрышам. Как нам представляется роль НКЦКИ и роль Госсопки, ну, наверное, я бы сформулировал это так, сделать так, чтобы локальный проигрыш одного из нас в конце концов превратился в стратегическую победу нашего сообщества в информационном пространстве. И если общество поймет это и начнет взаимодействовать по вот этому направлению, тогда мы сможем говорить о каких-то положительных результатах деятельности Госсопки. Вот на сегодняшний день, если посмотреть, у нас вот в этом году НКЦКИ открыл порядка трех тысяч карточек компьютерных инцидентов. Из этих трех тысяч, то есть три тысячи событий мы отметили. Из этих трех тысяч событий 90% инцидентов, которые стали известны нам, но не были известны владельцам. И мы информировали владельцев этих информационных систем о том, что у них есть какие-то проблемы, и что им надо принимать меры по ликвидации этих последствий. Это статистика не очень хорошая на наш взгляд, и с этим что-то надо делать. И наша задача, наша задача как Госсопки, Национального координационного центра, эту тенденцию переломить. Да, Игорь Федорович, вообще я в восторге от вашей формулировки. Я даже ее себе специально записал, что локальный проигрыш одного из нас дает стратегическую победу всему сообществу. Это круто. Давайте двигаться дальше. Когда мы, вот сейчас мы первую часть нашей дискуссии поговорили о во многом регуляторных требованиях, о том, о взгляде регуляторов на нашу отрасль. Но понятно, что регуляторка как таковая не висит в вакууме. Это всегда ответ на внешние вызовы. Это ответ на тот фон угроз, который появился. И я бы хотел сейчас спросить Сергея Лебедя. Сергей, ваше мнение. Как изменился ландшафт угроз? Что за последние пять лет произошло? Сейчас Сбербанк является одним из таких системообразующих игроков на этом рынке. Много занимаетесь темой кибербезопасности. Что с угрозами? Какие изменения, тренды видите? Я отвечу обязательно на этот вопрос. Я бы хотел немножко добавить, что произошло в отрасли. Еще некоторое время назад многие не знали, что такое инцидент, что такое реагирование. Во многих компаниях отсутствовал мониторинг как функции безопасности. Как правило, безопасность заканчивалась включением средств защиты и периодическим подходом к ним в случае каких-то значимых событий или изменившихся требований IT или регуляторов. Я считаю, что за прошедшие пять лет произошло самое главное. Произошла трансформация сознания нас, специалистов безопасности. Безопасность начинается не от средств защиты, не от антивирусных систем. Это очень важно, никуда не девается. Но в основе, конечно, это реагирование и готовность нас восстановить наши системы, нашу инфраструктуру, наш бизнес в состояние, необходимое для его предназначения. И, конечно, если говорим о Секривыче Переш-центре, о СОКах, то это именно тот инструмент, который произвел вот эту культурную, техническую трансформацию, изменение сознания, изменение парадигмы. И это очень важно, потому что реагирование и восстановление бизнеса, мне кажется, это наша главная задача, если мы говорим о наших реальных инфраструктурах. Но что при этом произошло? Сегодня одно из мнений экспертов было подсвечено, это разрыв кадров. У нас он еще, к сожалению, больше произошел. И раньше требования к безопасности исходили из того, что специалист безопасности – это эксперт в IT. Сегодня эти требования еще больше усилились, и мы еще больше испытываем дефицит кадров, которые могут решать задачи, что называется, с первых дней работы в организации. По сути, все эксперты в стране известны. Новые не успевают появляться, вузы их не готовят по-прежнему. Вузов все мы помогаем, но при этом ситуация кардинально не меняется. Это тоже огромная проблема. Но, с другой стороны, у нас появляются облачные соки, которые позволяют частично вот этот дефицит кадровой проблемы с компетенциями в организациях решить. Если говорить о ландшафте угроз, принципиально, мне кажется, он не изменился. Понятно, что в зависимости от бизнеса инфраструктуры он разный, но у нас по-прежнему это фишинг, дидос-атаки, вирусы-трояны, они никуда не исчезают, внутреннее мошенничество. Да, периодически мы видим перегруппировку хакеров-злоумышленников. И, кстати, соки и системы TIP-платформы позволяют нам это видеть сегодня, в том числе благодаря новым технологиям. Сегодня мы можем в реальном времени видеть, кто к нам постучался в инфраструктуру, кто следом пришел, с какой интенсивностью. Очень для меня было удивительно, в этом году я был на международной конференции, одной из конференций, и политики говорят о атрибуции атак. Это удивительно. Люди, которые достаточно далеки от технологий, сегодня уже знают, что такое индикаторы компрометации, что такое атрибуты атаки. О чем это говорит? О том, что сегодня информация и знание о компьютерных атаках преступникам, она становится не только наша с вами. Ею уже оперируют политики. И, конечно, это расширяет и нашу ответственность в оценке источников атак, в характере их атак, заказчике этих атак. И это нам дает новую информацию, в том числе для планирования своих действий, для приоритизации внимания в наших центрах защиты, для разработки новых правил, юзкейсов, формирования инструкций наших сотрудников. Как бы банально ни звучало, но фишинг сегодня для организаций, которые имеют активную коммуникацию с внешним миром через электронную почту, является, наверное, наиболее распространенной проблемой. Практически все компании на рынке сегодня такие услуги предоставляют, мониторинг, разделегирование фишинговых сайтов. Многие компании внутри эту работу ведут. Если говорить о нашей статистике, мы только своими силами еженедельно обнаружим 150 фишинговых сайтов. Но вместе с нашими партнерами эта цифра примерно 500 фишинговых сайтов в неделю. Чем опасен фишинг? Тем, что атакуют традиционно наших сотрудников, тем, что существует огромная динамика в инфраструктуре обновлений, клиентских приложений, уязвимостей. И, конечно, такая банальная вещь, как фишинг, по-прежнему остается очень-очень актуальной. Да, Сергей, спасибо. Я хотел задать вопрос Денису Бережновым. Денис, а как вы оцениваете уровень защищенности региональных информационных систем? Насколько мы действительно слышим и на себе чувствуем повышающийся уровень угроз? Насколько региональные информационные системы защищены? Дайте свое мнение, пожалуйста. С какой позиции нужно говорить? С позиции формального исполнения. Наверное, они многие защищены. С позиции реальной безопасности, я думаю, что очень серьезная есть у нас проблема. И во всех абсолютно субъектах. По-разному она решается. Здесь я абсолютно согласен с коллегами. В зависимости от территории, от ландшафта, да и просто от возможностей того или иного субъекта, мы прекрасно понимаем, у нас определенное количество регионов находятся в дотационном режиме, что, в принципе, не позволяет говорить о цифре. Там решаются вопросы первоочередные, это социальные и экономику, что те или иные экономикообразующие предприятия, их нужно поддерживать. Но, тем не менее, ландшафт неоднозначный. И здесь единственный выход, то, чтобы делиться этим знанием. Благо сейчас эпоха цифровых технологий. В продолжении, может быть, идеи о том, каким образом эти цифровые компетенции получать, очень много различных инициатив от различных фондов по линии государственной поддержки. Минсвязь в этой части работает в России. Но, мне кажется, здесь на субъектовом уровне, и здесь вот спасибо, кстати, организаторам, я думаю, лет пять назад гораздо меньше было участников. Так вот, то количество людей, которое приехало сейчас из субъектов и уедет с пониманием, что чем-то нужно заниматься, откуда-то нужно брать знания, куда-то нужно двигаться, это тоже немаловажный фактор. К сожалению, иногда, в том числе и наличие определенных моментов в федеральном законодательстве, должно сподвигнуть. Но это, наверное, больше сигнал для руководящего состава. Отдельно необходимо отметить, я бы вот со стороны, да, субъекта, если сказать, со стороны земли, что называется. Мы наблюдаем определенную негативную историю. Олег уже сказал, что перегрев определенный случился. Сейчас идет падение определенного мнения о том, что есть универсальная таблетка, еще что-то. Я бы с другой стороны, с регионального уровня посмотрел. Дело в том, что из-за наличия действительно неподготовленных кадров непосредственно сотрудников, кто должен проектировать решения, ну хотя бы задать вектор этой безопасности, куда двигаться с той инфраструктурой, которая есть, и отсутствие этих компетенций, приводит банально к битве тех или иных производителей решений, к сожалению, как и в классической безопасности, купим этот криптошлюз или купим этот. И где там выгоднее, не знаю, где меньше затрат для бюджета, иные еще какие-то, может быть, вещи влиять на эту всю историю. И опять мы уходим из плоскости практической безопасности. Вот это в том числе определенный перегрев со стороны федеральных игроков, к сожалению. И раз уж есть такая площадка, и здесь практически производители решений для соков есть, мне кажется, что стоит задуматься и об этом. Без централизации и без единых каких-то подходов, единой методички никуда. И я думаю, определенную роль здесь играет и КЦКИ, и отдельно им за это спасибо, которые переводят все-таки формат не вендорских решений, а в плоскость реальных инцидентов и помощи, как с ними бороться. Вот эта проблема зафиксирована, она реально есть. Конечно, все идет от людей, от кадров, и человеческий фактор здесь играет главенствующую роль в региональной информатизации. Согласен. Спасибо. Виталий Сергеевич, добавите? Я, да, добавлю, потому что меня вот прям спровоцировали. Вот спровоцировали по поводу слова, по поводу формальной безопасности, неформальной. Давайте наличие уязвимостей в инфраструктуре, не устраненных, по которых не приняты меры, это формальная безопасность или это реальная безопасность? Наверное, реальная, да? Значит, вот коллега тут говорит, вот формальная, значит, если с формальной стороны, что формальная? Посты уязвимости в информационной системе региональной выявляются, не закрыты. Какая тут формальная безопасность? Давайте займемся как бы не делением, кто порождает формальную безопасность? Кто порождает? Порождает ее заказчик, который ставит перед организацией задачу формально. То есть ты мне предоставь там что-нибудь и дальше, чтобы от меня все отвязались. Это вот это первое. Теперь, поэтому здесь говорить о том, что вот с формальной мы защищены, с формальной мы не защищены, не защищены, не с формальной, значит, не с реальной, если уж на то речь пошла. Теперь вопрос с точки зрения кадров. Вот знаете, вот мы тут сидим и говорим, вот кадры, кадры. А кто здесь сидит? Здесь сидят люди, которые, собственно говоря, должны непосредственно принимать участие в формировании этих кадров. Давайте зададим себе вопрос. Вот допустим, а кто из нас здесь всех, ну я имею в виду и присутствующих в зале, кто является крупными такими потребительными кадров, взаимодействует с вузами? Вот все регулирование подготовки, все регулирование, ну вы пять рук подняли, вы думаете, пять рук это обеспечит как бы решение всех проблем. Все регулирование кадрового обеспечения, вопрос информационной безопасности стороны государства заключается в том, что выдаются там некие примерные, некие стандарты общие, а уже вуз с работодателем, ну как бы потенциальным работодателем взаимодействуя, формирует там рабочие программы по обучению и так далее. Так вот, если работодатель не взаимодействует и не ставит перед вузами соответствующими, а их у нас много, много, тех, кто готовит кадры по информационной безопасности, не ставит соответствующие задачи и потребности и не влияет на эти процессы, то ничего у нас не получится. Мы и в прошлом году сидели, про кадры разговаривали, и в следующем, и в этом, и в следующем будем разговаривать. Теперь я обращаюсь к вендорам. А сколько вендоров или интеграторов принесли свои решения, да, на кафедры информационной безопасности и сказали, вот вам бесплатно, мы вам даем вот по одному, пожалуйста, отрабатывайте на нем, тренируйтесь там, обучайте. Ведь для того, чтобы вузу, да, чего вы руку тянете, Андрей Владимирович, вы там по одному, по два решения, значит, передали в один вуз, а я говорю о системном, я говорю о том, что вы же не единственный на стране. И мы когда говорим вот о том, что проблема с кадрами, да здесь все, скажем так, участники этого процесса, все. И, безусловно, решать эту задачу надо, но давайте мы сначала зададим себе вопрос, а что мы для этого сделали. Теперь я еще раз, извините, как бы вот эмоционально начал уже как бы свое выступление, но давайте с точки зрения оптимизма там, вот оптимизма, ожидания, а у нас какая-то вот черта у людей, вообще вот у нас у всех, что мы всегда ждем какого-то чуда, всегда. Вот не было закона ждали чудо от 187-го, ждали чудо от 152-го. Не случилось. Думаю, ну, всех обругали, регуляторов, всех, кого можно, сказали, все, все ерунда, давайте 187-го, ждем от 180, ждем-ждем, год ждем, два года ждем, нет ничего. А чего мы ждем? Давайте, вот Сергей Васильевич сказал такую фразу, мы узнали о том, что такое инцидент информационной безопасности. Специально залез, посмотрел. Первый стандарт, ГОСТ, который говорил об управлении информационной безопасности, был адаптирован и перейден в Российской Федерации в 2007 году. Первое требование об, ну, может быть, я не претендую на первую первичность, но требование на уровне нормативно-правового актов, значит, управлять инцидентами и устранять их в 2013 году применительно в госсекторе. Поэтому давайте зададим вопрос, а почему мы с 2007 года, там, или хотя бы как минимум с 2013-го, все, куда-то все перекидывали, и все кому-то, и об этом молчали, и этим не занимались. Вот я бы какой бы вопрос всем нам задал, и в первую очередь специалистам, интеграторам, которые только после 187-го закона, и после, как бы, действий коллег, активных позиций коллег из ФСБ, как бы, когда ГУСОПКа появилась, начали активно эти процессы, все, все сразу вот засуетились, появился рынок, и мы вот сейчас здесь все очень грамотно обсуждаем, какие у этого рынка перспективы и задачи. Поэтому давайте так, задачи, которые мы решаем, они усложняются, безусловно, но они, извините, не новые для нас. И оценка защищенности, инвентаризация, которая оказалась, о, а мы не знаем, у нас инфраструктура еще стоит, оказывается. Поэтому я бы все-таки хотел бы к всем нам обратиться, и когда мы ставим проблемы, давайте вырабатывать все-таки механизмы решения этих проблем. Вот что важно. И этот форум, я считаю, способствует, должен способствовать в том числе решению этих проблем. Извините за эмоциональность. Да, Виталий Сергеевич, спасибо большое, я подписываюсь. Сергей, хотели прокомментировать? Да, Виталий Сергеевич, попробую не согласиться частично. Когда мы говорим о кадрах, на самом деле многие люди, кто работает со студентами, не питают иллюзией, что это придут эксперты, профессионалы, построят операционную модель СОКа, начнут писать юзкейсы. Вот в моей практике, как правило, два вопроса. Стэк, TCP, IP, архитектура операционных систем. Все. На этом студенты сыпятся. Этим знаниям уже лет 30, а может и больше. И, к сожалению, вузы здесь не уделяют того внимания необходимого, чтобы в дальнейшем из этих людей делать специалистов. Сергей Васильевич, я прошу прощения, не хочу, чтобы это перевелось, как бы перешло в дискуссию двух человек. Но вы преподавателем проработали в МГТУ Баумана энное количество лет. Десять. Да, задайте себе вопрос, и вы найдете мне ответ. А почему специалист, которого готовит соответствующее, не буду делать ни рекламу, ни антирекламу, значит, кафедры МГТУ Баумана, не знают о том, что такое стэк TCP, IP? Вот и все. Задайте, почему. Это кто должен сказать? Это должно в стэк прийти, что ли, или ФСБ сказать, а вы учите стэк TCP, IP? Кто это должен сказать? Или это должен ВУЗ, соответственно, отреагировать на потребность работодателя и переориентировать свои программы, обучающие, на соответствующие, как бы по соответствующим направлениям? Я бы, как бы, дискурсию, она, мы лучше в этом, в нашей секции. Да, там есть отдельная секция по кадрам. Готовы. Я даже, может быть, подъеду тогда специально, мы подискутируем. Давайте по одной фразе Сергей и одна фраза Денис. Да, ну, в общем, кадры, вопрос сложный, не буду там развивать, соглашусь. Есть для этого другие площадки. Вот, по поводу инцидентов, вот я хотел бы подчеркнуть, что именно соки, операционные методики управления инцидентами, перевели их на новое качество. Да, действительно, понятие инцидента, оно существует столь давно, сколько и IT-технологии, вот, это бесспорно. Но все-таки начали мы заниматься профессионально и реагировать на них так, как сегодня мы это в большинстве своем случаем, все-таки для нас новая область. И, ну, опять же, исторически надо тоже вспомнить, что системы, которые все события собирали и начинали из них генерировать инциденты, а не любой чьих инфраструктуре, да, появились тоже относительно недавно. Это, тем не менее, все по-прежнему для нас новая культура, которую мы вместе с вами развиваем. Хорошо, спасибо. Денис, буквально одну фразой. Это дискуссия, просто реальная обстановка, которая есть. Мы тот субъект, Краснодарский край, который может похвастаться наличием профильного университета, это Кубанский государственный технологический университет, с профильной кафедрой. Нам повезло. Еще у нас есть шифровальное училище. Тоже повезло, откуда кадры, фактически, могут, работая и в политехе, привносить определенные компетенции нашим студентам. Но проблема гораздо выше. И вот здесь, может быть, где-то отчасти в поддержке Сергея Васильевича, я скажу одну простую вещь. У нас высшее образование имеет прямое подчинение на федеральный уровень. И, к сожалению, здесь как раз без вмешательства федеральных властей мы не справимся. Какая ключевая, по нашему мнению, и мы неоднократно собирали наши вузы по этой тематике, Какая сейчас основная проблема? Вот мы собираем наше IT-сообщество. У нас в регионе достаточно ярко представлены лицензиаты, которые занимались исторически активную роль, занимали на юге по защите информации. Это факт. Мы собираем это сообщество, которым нужна потребность в этих кадрах. И что мы имеем? Мы не можем подстроить на текущий момент программы под эти предприятия. Они говорят, нам не нужно в программе обучения то-то, то-то. Замените, пожалуйста, на определенный стек технологий. Мы готовы привезти сюда производителей. Мы готовы там выделить своих инженеров для практики. Нет, у нас настолько уже определенные вещи зарегулированы в части образования, что мы не оказывается при наличии потребности в 30-50 человек, мы не можем делать индивидуальные планы обучения высшего образования. И это реальная проблема, с которой мы столкнулись. Мы готовы находить и преподавателей, и реальных инженеров, которые будут давать знания. На текущий момент, буквально на прошлой неделе, мы делали обсуждение в этой части вместе с нашими университетами. Я бы хотел вернуться все-таки к обсуждению такого текущего реального уровня защищенности. Артем, тебе хотел задать вопрос. Мы поговорили про регионы, мы поговорили про КИИ. Уровень защищенности требует улучшения. А как ты считаешь, банки, насколько они сейчас защищены? Все-таки они много. Это их бизнес, это зависимость от реальных атак, это вложение средств уже на протяжении нескольких лет. Как ты считаешь, банковское сообщество, насколько высок, хорош уровень его защищенности? Я бы сказал, что цифры, которые мы приводим ежегодно в наших отчетах, они, наверное, говорят прям уже воочию и очень явно. Но здесь, конечно, надо добавить, во-первых, что, опять же, повторюсь, что усилия общие. Проблема не является для кого-либо фокусной, она решает всегда общими усилиями. Опять же, это обмен, опять же, это компетенции, которые растут, опять же, это понимание проблемы. И если уж посмотреть на сегодняшнее состояние банковской сферы, да, то защищенность, она стала намного выше, чем была изначально. Опять же, все участники процесса всеми возможными усилиями, да, кто-то в добровольном порядке, кто-то в добровольно-принудительном порядке вошли в этот процесс полностью, целиком, отдают все свои силы. Я уже говорил, там и участие, и вендоров, которые решения предлагают, причем они рождаются вот на таких площадках, да, когда слышат реальные проблемы, реальные какие-то мероприятия проводят. Вот, в целом, хочется еще сказать в отношении тех цифр, о которых я упомянул, за счет того, что, опять же, такие решения есть, они совершенствуются, мы начинаем больше выявлять, да, то есть появились вещи, которых могли раньше не знать. Это, опять же, способствует нашему быстрому развитию для всей сферы, для всей отрасли, это толкает нас вперед, и нам надо идти вперед постоянно, и я думаю, что надо даже, наверное, ускоряться. Но, как уже говорили, мы все уже, наверное, раз в три это прозвучало, мы находимся в начале пути, дальше будет только совершенствоваться, и вот от того, насколько мы будем готовы к изменениям, и как быстро мы будем приспосабливаться, находить решения, а в большинстве случаев лучше и предупреждать, от этого будет зависеть успех всей отрасли, да и не только кредит-финансной сферы, я думаю, что к остальным отраслям он тоже относится. Хорошо, спасибо. Я бы сейчас хотел задать, Сергей, вам такой более сложный вопрос. Последние инциденты с утечками данных в крупных системообразующих банках. У меня нет цели сказать, что там что-то утекло, плохо, но это жизнь. Банки, в которых происходили такие инциденты, они действительно, это часть нашего сообщества, часть индустрии, и если такие крупные банки, имели проблемы с безопасностью, имели инциденты, то, конечно, я проецирую это на все остальные кредит-финансовые организации. Сергей, хотел вам задать вопрос. Дайте совет. Что нужно делать по-другому, чтобы не было таких инцидентов с безопасностью? Как нужно выстраивать по-другому систему информационной безопасности, чтобы она действительно защищала от реальных угроз, которые сейчас есть? К любой угрозе, к любой атаке мы должны быть готовы. Я уверен, в модели угроз каждой организации такая угроза существует, такая потенциальная опасность описана, она есть во многих руководящих документах, и с точки зрения логики, с точки зрения регулирования, конечно, к ней нужно быть готовым. Но очевидно, что в наш цифровой век знания о твоей коммерческой тайне или о твоих клиентах, конечно, представляют большой интерес у мошенников и злоумышленников. И, конечно, существует сегодня целая теневая индустрия персональных данных. Здесь вот на слайде показаны некоторые цифры, моменты. Вы знаете, что сегодня в теневом интернете можно купить многие базы данных. Они и раньше получали, имели место быть, но сегодня не представляют особый интерес у мошенников. Почему? Потому что зачастую достаточно знать имени и номер телефона для того, чтобы уже реализовать различные сценарии социальной инженерии, направленные на хищение денежных средств. Я уверен, почти каждому из вас или приходила мошенничная смска, или был звонок с просьбой спасти деньги, выиграть в лотерею, купить льготные продукты и так далее, и так далее. Мы таких атак видим на наших клиентов 10 тысяч в неделю примерно. Все они очень простые технически, для этого достаточно телефон, и, собственно, мошеннику больше ничего не нужно знать. К сожалению, этот теневой рынок растет, к нему интерес неподдельный. Ну, опять же, почему? Потому что очень высокая эффективность. Звонок длительностью 1-5 минут достаточно для того, чтобы ввести в заблуждение наших граждан, наших клиентов. Не соизмерим получение с той суммой, которую можно похитить у человека. При этом даже не наличие систем противодействия мошенничеству, зачастую клиенты делают это самостоятельно. Настолько воздействие мошенников на них оказывает огромное влияние. Ну и, конечно, как от любой угрозы, мы с вами должны иметь план реагирования. Также и в случае с утечками, а утечки могут быть разные, на разных уровнях, такие планы нужно иметь. Они могут быть либо в составе центров реагирования, либо в составе центра восстановления бизнеса, либо в других органах управления. Но, очевидно, такие планы нужно разрабатывать, тренировать свои команды, своих руководителей, с тем, чтобы, не дай бог, такое событие произойдет, правильно отреагировать. Ну, собственно, здесь вот на слайде показаны основные этапы. Не буду их комментировать, они достаточно понятны. Поэтому в тех случаях, когда для вас такие угрозы актуальны, настоятельно вам рекомендую не только разработать планы, скрипты работы с клиентами, скрипты кризисных коммуникаций, но в том числе подготовить все необходимые документы, вот в том числе, вот здесь обращаю ваше внимание, мы как операторы персональных данных обязательно должны уедомлять Роскомнадзор. А в случае компьютерного инцидента, если вы реагируете с госсопкой, еще и госсопкой, а еще и центральный банк, если вы центральный банк. Ну и, соответственно, наличие таких планов и документов позволит вам быть готовым к подобным неприятным событиям. Никто от них не застрахован, будь то кибератака, либо внутреннее предательство, просто нужно быть готовым и отрабатывать такие сценарии в своих планах реагирования. Спасибо. Виталий Сергеевич, да. Небольшой тоже комментарий, поэтому вопрос хотел бы добавить к тезису Сергея Васильевича. Ведь если мы посмотрим вот эти последние крупные инциденты, они ведь в основном все произошли из-за внутренних действий, внутренних пользователей, назовите их нарушителем, ненарушителем, но из-за внутренних действий. Давайте теперь зададим себе вопрос, все здесь присутствующие. А какие меры усиленные мы какие-нибудь принимаем к системным администраторам, к администраторам, мы их вообще в лицо знаем, кого мы берем, как берем. Ведь это довольно-таки сложная проблема, когда человек способствует или ворует данные, являясь при этом лицом, наделенным максимальным полномочиям по своему функциональным обязанностям. Поэтому, конечно, вот эти все события и вот эти все действия, о которых Сергей Васильевич говорил, они должны нас всех задуматься о том, а кто эти люди, которых мы определяем в качестве системных администраторов или администраторов безопасности, какие меры организационного, правового, в рамках, конечно, законодательства, безусловно, мы в отношении них принимаем. Или ничего не принимаем. А если ничего не принимаем, то тогда к этому надо быть действительно готовы и разрабатывать соответствующие планы. Можно я тоже хочу небольшую реплику добавить к тому, что сказал Виталий Сергеевич? Как мне представляется, вот те события, о которых мы здесь говорили, они действительно заставляют задуматься о фундаменте в обеспечении информационной безопасности, о той точке отсчета, с которой мы начинаем измерять безопасность своих систем. Это модель нарушителя как основа. И если вот мы сейчас видим, что администратор становится нарушителен, то это надо перестраивать всю систему безопасности, а не строить планы реагирования, когда уже все утекло. Особенно, как мне представляется, и нашим специалистам представляется, это становится важным при внедрении облачных технологий. Там администратор вообще не представитель собственника системы, он представитель той организации, которая предоставляет сервис. И вот здесь, мне кажется, есть основания, вообще фундамент посмотреть. Да, вот Игорь Федорович, прав совершенно. А если мы посмотрим модели, которые мы согласуем, то там все первой строчкой, первой, вот второй, ладно, вторым абзацом пишут. Внутреннего нарушителя нет, работник не внутренний нарушитель. А уж про администратора-то подумать, не дай бог, так это вообще. А тогда чего мы хотим? Мы получаем то, что мы сами прогнозируем изначально, что мы для себя, какие задачи ставим. Да, Сергей, хотел вас спросить. Действительно, проблема защиты от IT-администраторов и вообще сейчас многие группировки, в том числе совершающие целевые атаки, у них начала появляться такая практика, как заход через supply chain через подрядчиков. Заход, что называется, с заднего крыльца через админов или там людей, так или иначе, из сторонних подрядчиков, которые имеют доступ в инфраструктуру. Дайте совет, как должен реализовываться подход по защите, контролю именно IT-администраторов, которые действительно, я согласен, являются одним из самых сложных видов нарушителя, очень сложно его контролировать и противостоять угрозам с его стороны. Два вопроса услышал. Первый вопрос атаки через поставщиков, supply chain атаки. В нашей практике мы используем достаточно большую систему мер, помимо технических, у нас еще есть так называемое соглашение о кибербезопасности с поставщиками, любыми, которые нам предоставляют любую IT-услугу, начиная от поставки продукта, заканчивая, конечно, теми, кто интегрировал нашу инфраструктуру, очень серьезно. В зависимости от уровня взаимодействия и проникновения друг к другу, у нас есть двунаправленные обязательства, и в том числе технические меры, и в том числе соглашения о обмене инцидентами, ну и, соответственно, прописанные все технические протоколы. Это очень важно, потому что мы все понимаем, что мир глобален, даже мы с вами все объединены, наверное, тут через одну Wi-Fi сеть, а уж если говорить о инфраструктурах, то уровень интеграции, он, конечно, поражает. Ну и, конечно, это отдельная система работы, есть отдельные подразделения, которые отвечают только за эту функцию. Если говорить о защите администраторов, то мы, конечно, здесь используем все известные меры. Это тоже система работы, она включает не только работу кибербезопасности, в том числе и внутренней безопасности, и HR-процессы. Ну и, конечно, здесь есть очень-очень много как технических, так и, скажем так, организационных вопросов. Ну, например, сегодня никак мы не можем обязать, например, проходить психологическое обследование или принудительно просить наших сотрудников проходить обследование на предмет алкоголя и наркотических средств. Это сугубо добровольная процедура. И я понимаю, что это вопрос, конечно, не сегодняшней повестки, но можно будет на других площадках пообсуждать, что если человек имеет доступ к особо критичным данным, вот зачастую просто проверка по бумагам, по его резюме, анкетированию, она не дает нужного скоринга качества человека. И здесь нужно уже использовать более надежные способы проверки, собственно, качества людей, которые работают с критичными данными, с критичными системами. Да, конечно, там, где возможно, нужно, необходимо защищать технически, исключать возможность человека нанести вред, но, к сожалению, далеко и далеко не во всех системах, случаях это возможно сделать технически. Да, спасибо. Я хотел в связи с… Вот мы сейчас начали говорить об инцидентах. Виталий Сергеевич, ваше мнение, должна ли наступать ответственность компании, допустившей инцидент, за такие события, должна ли она наступать, как это должно регулироваться, вообще, вот ваше мнение в этой области? Ну, мое мнение такое, здесь в зависимости от ответственности за инцидент, имеется в виду, я бы хотел тогда уточнить вопрос… За произошедшую утечку. Ну, за произошедшую утечку, между кем, только кто услуги оказывает, что ли? Ну да, там, я как клиент банка, ритейла или кого-то, передал свои персональные данные, дальше они утекли в сеть. Должна ли вот здесь вот какое-то давление вот за утечку оказываться на того, кто обрабатывает мои персональные данные? Я считаю, что, безусловно, условиями договорных отношений, договорные отношения в первую очередь, должна быть ответственность в случае неисполнения тех или иных условий договора. Если условиями договора предусмотрено, вот Сергей Васильевич сказал про поставщиков, точнее, вы эту подачу подали, он ее продолжил, по поводу поставщиков. На мой взгляд, что в случае, если поставщик услуг, вследствие его неисполнения обязательств, значит, происходит та или иная утечка, либо администратор, который нанимается, что-то унес, то, конечно, наверное, должна, но главное это прописывать в условиях договора, то есть или соглашение на основании, то есть просто так, это же гражданское законодательство. То есть это, конечно, должно быть. И я вот хотел Сергею Васильевичу вопрос задать, есть ли ответственность у этих поставщиков услуг перед заказчиком с точки зрения именно возникновения инцидента по вине, безусловно, по вине, значит, поставщика. А главное механизм определения этой вины. Это же тоже немаловажно, то есть он тоже должен быть в рамках каких-то договоров, он должен быть прописан и определен, потому что заказчик считает, что виновит поставщик, поставщик считает, что виноват, его вины нет, и дальше идите в суд, и там как бы что-то пытайтесь доказать, что проблематично. Поэтому, конечно, мое мнение такое, что и ответственность должна быть установлена, а главное механизм определения такого непростого вопроса, как виновности. Ну, я бы не виновность, это такой вот разряд, как бы права уже, а именно причины, причины возникновения. Я считаю, что такие механизмы, и, кстати, соки, они и центры мониторинга, они создают, собственно говоря, техническую основу, экспертную основу, в том числе для установления таких причин, что, я считаю, правильно, и так должно быть. Артем, я хотел вопрос тебе адресовать. Не хочу отпускать вот эту вот тему, связанную с ответственностью. Сейчас, если мы смотрим на зарубежное законодательство, европейское законодательство, там, как мы знаем, GDPR, это защита персональных данных, имеют очень жесткие санкции за то, что может произойти утечка. Это большие, огромные финансовые потери для компании. Для некоторых американских компаний большие утечки их клиентских данных стоили просто бизнеса. Компании прекращали свое существование. Там, последняя утечка, которая была из Фейсбука, Цукерберг давал публичное объяснение в Конгрессе по поводу этой утечки. Как у нас обстоят дела? Вот, Артем, я, там, может быть, этот вопрос покажется несколько провокационным. Совсем. Но по последним утечкам я не видел никаких вот таких вот воздействий на оператора персональных данных, на владельца за произошедшие инциденты. Сразу скажу, что это поле деятельности лежит в области регулятора. По нашей информации утечки, мы их, кстати, тоже фиксируем некоторые, но после анализа выясняется, что это все-таки не из банковского сектора. Это многие ритейловые площадки, там люди у нас, граждане, очень любят о себе много рассказывать в плане объема информации, которые наставляют торговые площадки, социальные сети, все остальное. Основные каналы мы видим оттуда сейчас. Что касается, тон факт, видимо, о котором мы все подозреваем, нет, это не остается без нашего внимания. Под каждый случай есть свои методы и процедуры, и мы очень надеемся, и, во-первых, ситуация же исправляется, а, во-вторых, мы очень надеемся в дальнейшем очень быстрыми шагами приходить к совершенству процедуры, что такие вещи исключать. Опять же, я повторюсь, что здесь вторая, обратная сторона, это, по сути, еще и то, что оставляет наши граждане в интернепространстве. Да, но здесь, наверное, может лежать вот тот ключ к вопросу бумажная безопасность и реальная безопасность, потому что в тот момент, когда компания, владелец персональных данных, каких-то массивов ценной информации защищается и чувствует, что на нее есть давление, но только с точки зрения невыполнения требований регуляторов, одна ситуация. Когда компания будет понимать, что она отвечает за реальные инциденты, это другая ситуация, это прямой драйвер для того, чтобы заниматься именно фактической защищенностью, а не выстраиванием каких-то потемкинских деревень. И, кстати, вот в этой связи хочу сказать, что, конечно, законодательство в области защиты критической информационной инфраструктуры, оно все-таки другое. Во-первых, это требование к процессу, и второе, конечно, ответственность за потенциальные инциденты, которые могут здесь возникнуть, но она вплоть до уголовной, и, конечно, это во многом меняет парадигму обеспечения безопасности. Хотел бы, постепенно, переходя к завершению нашей пленарной дискуссии, поговорить. Вот мы до этого, в начале нашего разговора обсудили о том, что произошло за последние пять лет, каким образом развивался рынок, какой сейчас уровень угроз, какой сейчас уровень защищенности. Давайте поговорим про следующие пять лет. И здесь мы спросили наше сообщество, что они думают о том, куда они бы считали правильным, развивалась наша регуляторика, развивался наш рынок. И здесь, конечно, такие, на мой взгляд, достаточно бесспорные тезисы. И хотел, наверное, Олег, тебе задать вопрос, что говорили люди, на чем они делали акцент. Ты знаешь, что мы просили, на самом деле, сделать на трех уровнях, куда развиваться рынок в дальнейшем, на регуляторном уровне, и это сейчас на экране, на технологическом уровне, то есть где те технологии, которые будут двигать рынок дальше. И рынок, сам рынок, экономика, где она? Ты знаешь, и сразу выяснили вопрос, что вот отдельно по этим плоскостям разговор вести не удается. Все очень тесно переплетено. Одно тянет за собой другое. Все взаимосвязано. И был еще четвертый пласт, который неожиданно в разговоре выплыл. Об этом чуть попозже, когда будут вопросы из зала, я попрошу его прокомментировать. Да. Хорошо. Виталий Сергеевич, хотел вам задать вопрос. Каковы планы в стек по развитию нормативной базы, отрасли, каких новых инициатив ждать рынку? Я по поводу нормативного регулирования. Все нормативно-правовые акты изданы, и у нас нет в планах каких-то там изменений существенных. Есть ряд поручений, вышестоящих руководителей, там правительства в частности, по поводу, ну скажем так, мягко учитывать в требованиях по информационной безопасности те процессы, которые идут с импортозамещением. То есть там гармонизировать с теми мероприятиями, которые проходят в рамках, проводятся Минкомсвязи, Минпромторгом по сферам своей ответственности. Это мы будем делать в следующем году и будем это обсуждать. Что касается изменения системы нормативных правовых актов, мы такие работы не планируем и считаем, что достаточно. Ну, может быть, какие-то точные изменения. Что будем делать, это методические рекомендации, методическое обеспечение. Да, над этим надо работать, и мы этим будем заниматься. К сожалению, вот те критика и те слова критического характера, которые говорят, что недостаточно методических рекомендаций, мы их воспринимаем. Если у кого-то есть идеи и предложения, пожалуйста, давайте мы готовы совместно работать и уже какие-то наработки имеющиеся продвигать. Да, спасибо. Игорь Федорович, а что ждать от вашей стороны? Ну, я хотел бы продолжить мысли Виталия Сергеевича. Ну, мы тоже не планируем каких-то кардинальных изменений, но я хотел бы акцентировать внимание общества на тех вопросах, которые, ответах точнее, которые вот здесь представлены. Все-таки вот здесь иждивенческие некие настроения, они присутствуют, и это вот не может не настораживать. Вот больше документов в формате рекомендаций. Уважаемые коллеги, вот скажите, пожалуйста, кто это написал? Нет, нет, неважно, кто написал, это мы потом узнаем. Вопрос заключается в другом. Вот у нас в стране есть отличный механизм, который давно существует. Это стандарты, государственные стандарты, государственные рекомендации, которые проходят и разрабатываются сообществом. Вот мы с Виталием Сергеевичем здесь присутствуем в одной ипостаси. А вообще-то вот Виталий Сергеевич председатель ТК-362, это информационная безопасность, а я председатель ТК-26, это криптографическая защита информации. Мы готовы работать со всем сообществом. Приходите в наши технические комитеты, реализуйте свои идеи, давайте нарабатывать рекомендации, стандарты. Там нет обязательности их исполнений, но если они будут соответствовать чаяниям и пропагандировать передовые подходы к обеспечению информационной безопасности, это же будет замечательно. И это будет общий вклад. Не ждите вы вот только толчков от регуляторов. Давайте работать вместе. И только вместе мы сможем сдвинуть эту гору с места. Хорошо, спасибо. Артем, что ждать от Банка России в ближайшую, ну хорошо, не пятилетку, в ближайшее время с точки зрения нормативных документов, каких-то законодательных инициатив? Смотрите, я сначала сразу хотел бы согласиться с предыдущими двумя коллегами. Опять же, возвращаясь, что все вместе, 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 мы друга подталкиваем. Опять же, в зале же присутствуют и вендоры, и представители сообщества, и регуляторы. Все слышат одинаково, что происходит. Они уже обмениваются мыслями. И я даже уверен, что на выходе некоторые решения рождаются. Эти решения, опять же, по циклу мы закладываем в технические комитеты. Из этого какое-то хорошее дело правильно появляется. Но, соответственно, мы из этой цепочки не выпадаем, из этого цикла. Мы также участвуем. И, соответственно, смысл всех этих вещей, он, опять же, будет связан с пересмотром, возможно, некоторых документов нормативных Банка России, применения технических средств, которые мы хотим в качестве сервисов выдавать на сообщество. Здесь смысл самый главный заключается в том, чтобы можно было выполнять те нормативные требования, которые устанавливаем мы и как государственные регуляторы. Для этого нужен какой-то инструмент. Мы это понимаем. Своей стороны некоторые сервисы даем. Дальше они будут совершенствоваться. В части обмена мы будем, вероятно, сейчас еще выдаем три формата по инцидентам и плюс человек читаемый. Дальше будем смотреть необходимость разработки еще нескольких машиночитаемых форматов. Возможно, сообществу потребуется интеграция на уровень правил CM-систем. Такое тоже обсуждалось. Мы об этом говорили. Есть такая необходимость подтвердиться. Пойдем, возможно, по этому пути. То есть в плане установки условий для выполнения нормативов мы стараемся идти навстречу всегда. Мы понимаем, что выполнение должно быть не просто как выполнение, а именно осознание. И от этого зависит только успех в этой отрасли. Вот по этому пути и пойдем. Да, хорошо. Но может быть, когда-нибудь мы с этих трибун услышим про либерализацию законодательства. То есть мы уже сделали хороший шаг, когда декларируем, что никаких новых нормативных требований возникать не будет. Такого не говорил. Хорошо. Давай. Хотел сейчас попросить Сергея. Сергей. Сейчас вот мы услышали мнение, куда должен двигаться рынок в плане регуляторной базы нормотворчества. А как вы думаете, куда должен двигаться наш рынок с точки зрения технологий? Какие технологии нам нужны? Какие должны появляться для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые сейчас есть? Коллеги, немножко так сказать, наподумать. Мы говорим о security operation в центрах, о взаимодействии центров безопасности. Но при этом часто мы понимаем, что мы в том числе стремимся к обмену информацией. Мы ждем ее от партнеров. Мы ее отдаем. И ожидаем, что нас спасут. Как Игорь Федорович сказал, что кто-то один поступится, но его ошибка позволит всем остальным защититься. Вот я хотел привести пример, насколько мы эту информацию ценим, ищем. И я хотел назвать одну цифру. Мы сегодня подписаны примерно на 10 поставщиков информации о компрометации, так называемых фидах. И ежедневно делаем анализ, а сколько из тех событий, которых мы получили, а в неделю мы получаем несколько сотен тысяч от всех источников, сколько признаков релеванта для нашей инфраструктуры или наши средства защиты в последующем обнаруживают такую атаку. Так вот цифра эта равна единице, не больше. К чему, собственно, я хочу подвести. Центры – это очень важно, но мы не должны забывать про нашу базовую безопасность, то, что доработано еще до центров безопасности, операционных практик управления безопасностью. И, конечно, сегодня СОКИ – это инструмент, который позволит уже очень-очень тонко настраивать нашу безопасность буквально на тысячные процента. Ну, вот несколько мыслей, которые в связи с этим хотел важности центров безопасности в нашей работе. Мы по-прежнему живем и будем жить в мире драматических изменений. Изменения в IT, изменения в бизнесе, некладки кадров, новых практик разработки ПО, известных по кейджалу их модификации, в огромном количестве атак и уязвимостей, которые сопровождают нашу, так сказать, цифровую революцию, трансформацию, переход в цифровую экономику. Ну, вот здесь вот немножко мы пытались показать, как кибербезопасность, IT и бизнес, и в погоне за клиентом идут друг за другом. Бизнесу нужно быстро, IT нужно делать надежно, безопасности нужно делать безопасно. Конечно, это в разрыв целеполагания, в сознании, в движении бизнес-целей, но при этом, что я хотел обратить внимание, вот внизу всей этой пирамиды находятся практики управления безопасностью. И, собственно, чуть ниже, наверное, под соком нужно было IT-инфраструктуру показать. Почему подчеркиваем, что сегодня центры управления безопасностью являются тем фундаметром, которые, по сути, вот и могут держать бизнес в устойчивом состоянии. Вот в усилении этого тезиса хотел еще подчеркнуть, что уровень зрелости информационной безопасности никогда не может быть выше уровня зрелости IT. Что это значит? Это значит, что мы не должны забывать о наших коллегах, партнерах, без которых, собственно, мы не можем существовать. Как функция это наше IT-подразделение, наши IT-департаменты. И тут мы очень сильно зависим от того, насколько они зрелы, насколько они могут измерять свою инфраструктуру, насколько качественно работают IT-SM-овские процессы. Ну и такой важный для нас момент это база данных активов IT-организации, без которых многие средства защиты, в том числе соки, просто не работают. В этом смысле мы выступаем, собственно, драйверами и улучшения IT-процессов, ну и в целом повышения качества работы IT. Сейчас к этой мысли вернусь. Вот все-таки киберустойчивость. Этот термин как-то 2-3 года назад появился, потом все его пообсуждали, он опять куда-то исчез. Но, тем не менее, способность восстановиться в случае любого инцидента, не обязательно связанного с кибербезопасностью, инцидентов бизнеса, в IT-инфраструктуре, это очень важное свойство организации. Здесь центры безопасности, security operations центры, могут выступать именно тем триггером, который запускает процедуры восстановления. Вспомним Ванакрай. Вот мы проводили эксперимент, 25 компьютеров заряжается примерно за 60 секунд. И есть такое понятие, как точка невозврата в любой атаке, когда реагировать уже поздно, традиционными методами нужно искать нетрадиционные подходы. И в этом смысле, конечно, наша с вами работа направлена на эффективность, собственно, и должна, не позволять таким атакам происходить. Ну, какие технологии, что нужно делать? Вот я вот ушел от этого ответа, хотя меня просили подготовиться, я немножко сформулировал по-другому, а именно, что нужно делать в части развития центров безопасности. И вот обратите внимание, я поставил первый тезис, это управление знаниями. Это основа управления решениями, решениями для того, чтобы предотвратить инцидент, в первую очередь. И здесь мы говорим, прежде всего, знанием об IT-инфраструктуре и IT-процессах, потому что в больших организациях любой инцидент возникает проблема определить, на что влияет тот или иной инцидент, какой бизнес-процесс клиент или там система пострадает. Чтобы быстро ответить на этот вопрос, нам нужно иметь очень много информации о IT-активах, о бизнес-процессах. И здесь опять возвращаюсь к нашему качеству IT. И если говорить применительно к этому пункту, мы в том числе для себя уже некоторое время назад запустили процесс контроля качества, соответствия реальной IT-инфраструктуры, знания в учетных системах IT, если говорить более точно, в CMDB-системах. Ну и здесь опять же получается такая замкнутая симбиоз, дружба с IT-подразделениями, направленные на взаимное обогащение знаниями друг от друга о своей инфраструктуре. Я думаю, что у нас в части развития отрасли есть огромный еще потенциал. Это потенциал, направленный на повышение операционных практик не только безопасности, но и IT-процессов, которые мы часто забываем и являются базовыми в нашей работе. У меня все. Спасибо. Сергей, спасибо. Действительно очень комплексный взгляд на ситуацию. И, Олег, я хотел тебе передать слово. Давай в заключении нашей дискуссии дадим возможность задать несколько вопросов из зала. Помнишь, я говорил про четвертый уровень развития отрасли, который нас волнует? Мы назвали его правовым. И вот я потом поясню, что это такое, но хотел бы микрофон передать Александру Маркову. У меня вопрос-то в общем-то не правовой. Общаясь с коллегами по отрасли, я понимаю, что никуда не делось желание у коллег скрыть реальный инцидент от регулятора. Сразу оговорюсь, это не про меня. Артем Игоревич не даст соврать. Это не про Сергея Лебедя, но все-таки в отрасли гораздо больше народу. И когда эти люди слышат из уст уважаемого Игоря Федоровича про локальный проигрыш, они вообще холодеют, потому что никто не хочет быть локально проигравшим. Он понимает, что его накажут либо свои, либо регулятор. И чего не изменилось за пять лет, я ни от кого не слышал, что регулятор кому-то помог. Вот вопрос, как я написал себе сломать, но скажу победить эту ситуацию. Так будет правильнее. Я поясню, почему это правой вопрос, потому что мы говорим о том, что нам очень не хватает для подтверждения актуальности наших задач, эффективности соков, реакции правоохранителей на инциденты. Они ждут, когда сам пострадавший об этом заявит. Но если пострадавший заявит, то пострадавший будет и наказан за то, что он допустил этот инцидент. Какой-то замкнутый круг. Коллеги, как из него можно выйти? Чтобы воспринималась ситуация с земли, Игорь Федорович и Виталий Сергеевич проделали титаническую работу. У нас в регионе абсолютно изменилась ситуация и мы пришли в проактивный режим и на самом деле та нормативка, которая вышла, она просто сподвигла задуматься о том, что нужно этим заниматься. Но проактивный и превентивный режим, он возможен. Именно с этой позиции двух регуляторов можно приехать к нам в регион и посмотреть своими глазами. И здесь у нас полное взаимодействие выстроено с позиции на то, как предотвратить, если уже что-то произошло, не в формате как наказать, а почему это произошло, разобрать всю ситуацию, инцидент, чтобы это не произошло в будущем. Ну, я думаю, первым, что получится тому, кто заявил, это какая-то дополнительная отчетность. Тоже призовая игра. Будьте добры, коллеги. Два здесь тезиса прозвучало. Первый тезис это о том, что замалчивается информация об инциденте. Реально. Второе, что никому регуляторы не помогают. Ну, по поводу первого тезиса, как это изменить, я думаю, что естественным путем это не изменится. Ну, давайте посмотрим. То есть, это будет только через, мое мнение такое, через введение и уже как бы через регуляторику, через давление с регуляторной точки зрения. давайте посмотрим, допустим, пример с реализацией, вот Игорь Федорович упоминал сегодня, стандартов или рекомендаций. Ну, давайте честно говорить, никто же у себя там стандарты есть, никто же особо-то не бросается, если это стандарт, если это рекомендация, прям его реализовывать. Так и здесь, скорее всего, это будет вот, чтобы изменить ситуацию с осведомленностью, надо работать над, норма частично уже есть в необходимости информирования, надо просто этому вопросу больше будет уделить внимание и требовать выполнения этой нормы. Вот мое мнение такое, может быть, я не прав, это у нас у всех такая общая как бы тенденция. Что касается не помогает регулятор, ну, я за себя могу сказать, мы, конечно, стараемся, если вам, вот, те, кто это сказал, ну, либо они, если есть какие-то случаи такие, которые вопиющие требуют разбирательства, где отказали, допустим, я готов с ними разобраться, но вообще мы стараемся все, что от нас зависящее, как бы сделать, разъяснить и принять те решения, которые бы всегда опирались в пользу как бы владельцев инфраструктуры. А те, кто, если люди лукавят, которые к нам приезжают и так говорят, ну, тогда на совести этих людей все это будет, что мы им не помогаем. Хорошо, спасибо. Давайте в заключение нашей... Игорь, Игорь Федорович. Можно я тоже немножко преподаваю, но помогаем мы или нет, это, конечно, в отрасли должно быть виднее, но я вот уже приводил цифры, мы порядка трех тысяч инцидентов в этом году, нами была заведена карточка учета, из них около 90% это те инциденты, которые мы обнаружили, и мы сообщили владельцу и оказали ему помощь в ликвидации последствий. Если есть, как вот и Виталий Сергеевич сказал, что если есть здесь представители организации, которые к нам обратились за помощью и мы отказали, ну, давайте разберемся в конкретном, конкретные случаи приводить, а не говорить так вообще. Я так вот, честно говоря, вот сейчас сидел и думал, я не помню таких случаев, чтобы мы, я имею в виду Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам отказал кому-то в помощи. Это первое. Второе, да, здесь, конечно, ну, мы не представляем здесь правоохранительные органы, ну, в смысле, вот, судебных и следственных действий, надо этот вопрос им задавать, но, конечно, здесь есть проблемы со сбором доказательств, с поиском ответственных, да, и эту систему надо развивать и совершенствовать, над чем, насколько я так знаю, МВД и прокуратура сейчас работают, наверное, со временем мы как-то придем к совершенству этой системы. Вот, я когда говорил о том, что приходит, надо, проигрыш локальный, я имел в виду техническую сторону, да, тут, конечно, я понимаю, что трудно отделить там технические вопросы от уголовно-процессуальных, да, но в данном случае национальный центр это вопрос технологии, да, техники, и в этом смысле локальный проигрыш должен стать, дать возможность получить стратегическую победу, я думаю, что, но мне так кажется, что этот тезис не должен вызывать сомнений. Да, хорошо, в завершении нашей дискуссии мне бы хотелось бы все-таки сокфорум пятый, юбилейный, попросить каждого из наших спикеров буквально одно пожелание к отрасли на ближайшую пятилетку, что должно или не должно произойти. Артем, одной фразой. У меня столько пожеланий, одна фраза будет. Давай. Нам надо идти вперед и ускоряться. Отлично. Игорь Федорович, Блиц. Я хочу сказать, вот смотри, две фразы, если можно, да, вот лаборатория Касперского здесь приводила результаты опроса, 28% промышленных компаний в мире, только 28%, строят свой бюджет по кибербезопасности, исходя из реального уровня угроз. Вот опрос Positive Technologies по России показал, что только 6% в России таких предприятий, которые уверены в том, что их уровень защищенности соответствует уровню современных угроз. Так вот, мы сейчас находимся в начале пути, когда бизнес в области информационной безопасности, как мне представляется, переходит от размахивания, я такое, может, нехорошее слово скажу, размахивания требованиями регуляторов переходит к языку бизнеса. то есть начинает объяснять бизнесу, в чем выгода от решения задач информационной безопасности. Я хотел бы пожелать всем здесь присутствующим успехов в этом направлении, как можно быстрее этот путь пройти. Спасибо большое. Виталий Сергеевич. Я бы хотел пожелать, чтобы заказчики и разработчики средств безопасности и услуг лучше слышали друг друга. Да, это очень важно. Сергей, пожелания к отрасли на ближайшую пятилетку? Ну, я продолжу мысль. Очень хотелось бы, чтобы больше появилось на рынке компаний, которые бы оказывали больше компетентных и разноплановых услуг в сфере, в той сфере, о которой мы говорим. К сожалению, мы испытываем большой дефицит именно организаций, которые могут, как консультанты в сфере секьюрити, поговорить о операционных практиках СОКа, о френд-хантинге, о практиках Red Team, о TIP-платформах. Да, это все новые области, к сожалению, нам очень не хватает, поэтому мы очень надеемся, что найдут возможности руководители компаний инвестировать знания людей в эти направления. Мы больше увидим интересных компаний. они сегодня есть, но все равно их на всех, мне кажется, все еще не хватает. Спасибо. Денис, пожелания к рынку? Больше, наверное, позитивно. С нашей математической школой, на самом деле, которая есть у нашего отечества, только одного. Действительно, это уже не пожелание даже, а я думаю, однозначно должно сбыться через пять лет, когда мы станем стратегическим лидером в сфере информационной безопасности. У нас свой путь, и я думаю, что мы его достигнем. Спасибо. Олег, от тебя пожелания к рынку, ну и, наверное, какая-то завершающая фраза. В плане пожеланий, ты знаешь мою фразу, которую я сказал пять лет назад, что в России две любимых забавы, это революция и сертификация. Вот, если с революцией обойдется, то я хотел бы, чтобы у нас не осталась только одна забава, а была революция мозгов. Понимание, адаптация к изменяющему миру и взаимодействие каждого с каждым, друг с другом. Вот без этого проблему мы не решим. Спасибо. Друзья мои, мы провели эти два часа интересная сессия мнения спикеров, мнения экспертов и, конечно, основной момент, который мы отсюда вынесли, реагирование на кибератаки, реагирование на инциденты, это процесс. Это сложная, кропотливая работа, которую за вас не решит ни регулятор, ни сервис-провайдер. Это то, чем нужно заниматься каждый день. И, конечно, основные акценты, моменты, на которых нужно останавливаться, это возможность видеть атаки, возможность оперативно реагировать на них и предотвращать ущерб. Я хочу поблагодарить вас за ваше внимание, что вы выдержали эти два часа. Я хочу выразить большую благодарность нашим спикерам, которые провели это время с нами и поделились с нами своими мнениями. Давайте их поблагодарим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова